Доброго времени суток, дорогие зрители! В наше время онлайн обучение очень долго развивается и пока что не набрало ошеломительной популярности по ряду определенных причин. Есть такие же проблемы, из-за которых люди не хотят связываться с таким видом получения новых знаний. Например, это первая проблема – отсутствие международного ресурса для поиска курсов. Также люди не хотят из-за неудобной оплаты, плюс у них есть недоверие к документам об образовании. В свою очередь, рекрутеры не имеют инструмента для проверки качества знаний соискателя, ненадежное хранение документов, ну и конечно же отсутствие удобного сервиса для преподавателей. Решить эти проблемы хочет новый образовательный проект, основанный на новых технологиях. Его название – дисциплина. Что же такое дисциплина? Дисциплина – это open-source площадка для различных образовательных и рекрутинговых организаций. Цель проекта – создать надежную систему, позволяющую пользователям удобно и быстро находить необходимые курсы и обучающие программы. А учреждениям – более качественно предоставлять собственные услуги. Проект имеет широкую целевую аудиторию, которая включает институты, различные образовательные проекты, частных училий, а также тех людей, которые хотят обучиться и получать новые знания. Инициаторами разработки блокчейн-платформы для сферы образования стали создатели TeachMePlease – это международный сервис для размещения информации о курсах, поиска, оплаты и записи на занятия в режиме онлайн. TeachMePlease станет первым проектом в сфере образования, работающим на дисциплина. Как же работает эта платформа? Архитектура платформы для сферы образования будет использовать по возможности технологии блокчейн. Она разрабатывается с учетом нужд участников сферы образования и сможет применяться для следующих целей. Во-первых, это поддержание доверия к хранимой на платформе информации и ее достоверности. Также для поддержания конфиденциальности размещаемой информации. Для быстрых и дешевых взаиморасчетов токенами между пользователями, что также упростит трансграничные платежи. Приватная часть платформы дисциплина не будет предоставлять в общий доступ данные, только хэш и записи, что необходимо для сохранения личных данных пользователей, а также материалов, являющихся объектами авторского права или коммерческой тайной. Валидность блоков внутри приватной цепочки учебных заведений будет проверяться свидетелями. Они будут ввести блокчейн, в котором будут находиться хэши данных, созданных внутри каждого учебного заведения. Для подтверждения валидности блоков свидетели будут использовать алгоритм консенсуса. Публичная часть предоставит для общего доступа данные, подтверждающие целостность сети и достоверность хранимой в ней информации. Хранить поисковые индексы и служить интерфейсом для доступа рекрутеров к информации в приватных цепочках блоков будут архивариусы. Если коротко пройтись по преимуществам, то решить эти проблемы рынка образовательных услуг команда планирует разработав следующие инструменты. Во-первых, это единый образовательный токен для быстрых, дешевых, трансграничных расчетов и оплаты услуг на платформе. Также достоверные рейтинги преподавателей и транзакции, подтвержденные с помощью блокчейна. Распределенный реестр академической успеваемости учащегося для доказанной истории обучения, которую невозможно потерять или подделать. Достоверный резюме и скоринговый балл. Система экспрессоценки соискателя на блокчейне для рекрутеров. Плюс это также инструменты планирования для ведения учебных планов, подготовки к занятиям, создания образовательных материалов и проведения разнообразных тестирований. В качестве внутреннего платежного средства будут использоваться токены DSCP, которые делятся на меньшие части Logic. Примечательно также то, что для всех пользователей платформы будут выпущены пластиковые карты с возможностью моментальной конвертации нативных токенов в фиатные средства. Управление балансом будет осуществляться через личный кабинет или мобильное приложение. Пресейл уже начался, разработчики принимают биткоины и эфириумы, поэтому если вы хотите вложиться, то следует сделать это прямо сейчас, потому что действует система бонусов. Если мы говорим о распределении токенов, то основатели хотят 78% направить на краудсейл, 20% на команду основателей и 2% на баунти компаний. Полученные же или привлеченные средства в таком количестве будут распределены 40% на маркетинг, 30% на разработку платформы, 15% на продажи, 10% на правовые аспекты и 5% остаются на резервный фонд. За более подробной информацией вы можете обратиться к их белой книге, почитать о будущих планах, нововведениях и команде разработчиков, а также их главных целях, которых они хотят достичь. Я также советую вам подписаться и зафолловать их в социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, читать о последних новостях, разработке, ну и также можете добавиться в их активный Telegram канал, читать последние новости и ответы разработчиков на часто задаваемые вопросы. Ну я надеюсь, что данный обзор был полезен для вас, так как сегодня мы узнали про очень интересную и перспективную платформу, которая связана с самым главным мечтой для людей, это знаниях и образования, так что я надеюсь, что такие платформы будут набирать популярность в нашем обществе очень быстро. Ну что ж, всем хорошего дня, пока!